А какая у вас специальность? Я специалист по черной магии. И по этой специальности вас пригласили к нам? Да, поэты пригласили. Дело в том, что в Государственной библиотеке были найдены подлинные манускрипты чернокнижника Герарда Врилатского X века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист. Вы историк. Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Иисус существовал. Дорогие профессии, мы очень уважаем большие знания по данному вопросу. Но сами придерживаются другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения. Он просто существовал и более ничего. Но требуется и не надо доказательств. И доказательств никаких не требуется. Вы боишься, что никто не может подтвердить? О, нет. Это может кто подтвердить. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе у Бонтия Билата. И в саду, когда он с Каипой разговаривал. И на помосте. Но только тайн ингогнито, так сказать, по этому прошелось. Никому ни слова. И строжайший секрет. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором в рот. Пропал Ершелай. Великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое вершило ими его окрестностями. Ливень хлынул неожиданно. И тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня близ мраморной скамьи в саду беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, похожим на пушечный, как трость, переломила кипарис. Вместе с водяной пылью и градом на балкон под колонной несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучьи и песок. Ураган терзал сад. Трусость, несомненно, один из самых страшных порогов. Так говорил Иешуа Ганоцин. Нет, философ, я тебе возражаю. Это самый страшный порог. Трусость, несомненно, один из самых страшных порогов. Трусость, несомненно, один из самых страшных порогов. Трусость, несомненно, один из самых страшных порогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...